Чё, рискуем? Давайте рискуем. Всем привет, друзья, меня зовут Дима, и добро пожаловать на космическую тюрьму. В прошлый раз мы остановились на том, как мы уже пробрались в вентиляцию, и там нас ждало очень большое количество решёток. Также я вчера сломал свою отвертку, мне, наверное, этого не надо было делать. Надо было улучшить её до электрической отвертки, но я её сломал. Также ещё в вентиляции у меня остались хлипкие кусачки, так что сегодня мы эти кусачки будем улучшать. Для этого мне, конечно, потребуется найти файл. Да, вроде бы скотч у меня есть. Надеюсь сегодня на везение, и надеюсь, что эта вентиляция меня куда-нибудь приведёт. По идее, я уже видел схему этой тюрьмы, могу даже вам показать. Вот есть скрин, где-то будет размещен. На этом скрине уже видно, куда нам надо стремиться. Да, но смогу ли я через вентиляцию попасть в те помещения, я пока что не знаю. В принципе, другого варианта, кроме подкопа, у меня нету. И надеюсь, всё-таки эта вентиляция меня куда-нибудь приведёт. Это мы сегодня и проверим. Угадайте, кто опять забыл расписание. Да, вы писали мне в комментариях то, что это расписание из первого дня. Я точно не знаю, с вами спорить не буду, но блин, другое расписание меня смущает. Да, я забываю, что и когда здесь. Ладно, сейчас вроде бы всё тихо, и я могу пока что спокойно обыскивать стольки заключённых. У меня, кстати, дофига всяких предметов уже, половина из которых мне вообще не требуется. И я нашёл тут батарейку. Также у меня в столике есть провод. Если бы кое-кто вчера не сломал отвёрку, у меня была бы уже сегодня электрическая отвёрка. Или же дрель, я не знаю, как это правильно назвать. Но я нашёл скотч, которого и так у меня, ну, просто очень много уже. Мне бы найти файл, это было бы намного круче. Ещё одна бочка пинаема, ещё один провод, который мне вряд ли понадобится. Часы, и можно ещё скрафтить себе какое-то оружие. У меня здесь его, да, у меня его нету. А я забываю то, что именно эта столовая мне очень сильно нравится. В этой столовой я могу прокачивать себе интеллект, и тем временем у меня почти 70 интеллекта. А я на прокачку интеллекта прям уделял, ну, очень мало времени. Так, сейчас вломаемся на свою работу, её выполняем, и надеемся на покупку файлов. Моя работа уже подошла к концу, а у петуха тут есть ещё один скотч. И, по-моему, реально клейких лент уже, ну, слишком много. У меня прям весь... Я прям ими уже весь проход занял, но это, в принципе, и хорошо. Берём тогда ещё одну зубную пасту и продолжаем обыскивать столики заключённых. У нас ещё осталась целая половина. Что за фигня, почему у меня так много уже клейких лент, ну, хватит уже. Реально, очень много, и последний столик, и, пожалуйста, файл. Нет только еда и чашка. Которые мне, возможно, потребуются. Так, здесь только один акустик лежит, у которого есть только крафтинг. И, блин, ну, хватит, серьёзно. Очень много скотча. Всё, надеюсь, скотч мне больше никогда не попадётся. Надеюсь, теперь у меня будет только очень много файлов. Да, мне нужны файлы. Про задания. Кстати, я тут случайно нажал на них, и мне надо дать клей косома. Как раз один клей у меня уже есть. Так что идём на тренировку. Там я, наверное, поставлю на паузу, как всегда. И мы уже, в принципе, продолжим запись после душа. Угадайте, кто опять не нашёл файл. Но зато я взял задания. По-моему, даже два лёгких задания. Отличить шпалу на ужине и дать зубную пасту косому. Два лёгких задания у меня есть. Значит, деньги у меня будут. Но, опять же, зачем мне деньги, если мои продавцы просто нагло не хотят продавать мне файл. И не только продавцы меня поставляют, вообще весь the escape is как-то против меня настроен. И, возможно, мне надо сломать там буквально одну вентиляцию. Но я, конечно, сомневаюсь. И, блин, если реально мне надо сломать малой вентиляции, то, получается, я смогу сломать эту вентиляцию с помощью обычных ножей. Да, но тут у нас 50% нет. Там две вентиляции как минимум. Я думаю, там ещё их очень много будет. Так что, пожалуйста, давайте найдём сегодня один файл. Ммм, два-два-два. Хочу крепкие кусачки. Интеллекта для крафта крепких кусачек у меня недостаточно. Кстати, у меня всего лишь 70. Надо буквально ещё прокачать 10 единичек. И тогда, если мне повезёт, если я смогу купить целых два файла, то тогда я смогу скрафтить себе сразу крепкие кусачки. Мы прокачали много интеллекта. И так как ночь у нас всё-таки очень длинная, мы берём просто все ножи. Тут всего лишь их было три. Не так уж и много, но достаточно, чтобы сломать одну решётку. Так что это мы всё дело забираем, ждём перекличку. И уже после отбоя мы направимся в вентиляцию и сломаем, вернее, доломаем ту решётку. Тут у нас небольшие проблемы, меня сегодня проверяют. И надеюсь, они не спалят то, что там вместо меня просто какое-то чучело. Ладно, я, конечно, ждать окончания проверки не буду. Я просто бегу назад в вентиляцию и продолжаю ломать эту решётку. К сожалению, я нашёл сегодня только три ножа. И поэтому сломаю только эту решётку и, возможно, процентов 10, наверное, сниму у второй. Зато уже прямо сейчас я смогу пройти чуть выше и посмотреть, есть ли там ещё решётки. Потому что, по-моему, с решётками создатель переборщил. Нет, пока что больше решёток не вижу. У меня остаётся ещё один целый нож. И ладно, я всё-таки его доломаю. Упс, всё-таки камера меня палит. Палит, когда я снимаю плакат. И не надо меня избивать. Ладно, просто отдыхаем и встретимся на перекличке. И тут у меня уже сразу две плохих новости. Во-первых, файла по-прежнему нету. И во-вторых, заданиями тоже пока что пусто. Но у меня также остаётся задание достать зубную пасту для косого. И найти факел, которого я пока что и в глаза даже не видел. Продавцы опять прям только что поменялись. Но вы видите, что он уже продаёт. Вот за это я и обожаю The Eskibis. Мне надо найти всего лишь парочку файлов. Хотя бы один, чтобы отсюда избежать. Но их просто тупо нету. Но зато, как всегда, у нас есть ножи. Мои любимые ножи. Так что у нас сейчас сводное время. Наверное, мои ножи мы оставим сейчас вентиляции моей. А после этого будем обыскать столики заключённых. Ну, в общем, обыскал я первую половину камеры. И в общем, как-то так. Так, капец. Я нашёл зато одну бочку пинариума. И надо сейчас избавиться от этого ложного блока стены. О, боже мой. Я не верю своим глазам. Неужели ты продаёшь мне файл? Господи. Это так приятно. 41 доллар один файл я покупаю. Я уже смогу улучшить свои кусачки до лёгких. Вдруг ещё у её адвоката будет файл. Но к такому жизни меня, наверное, не готовило. И да. Но зато у тебя есть отвёрка. Если бы я прямо сейчас не купил этот файл, возможно бы, если бы я с тобой чуть-чуть подружился, у меня бы хватило на отвёрку. А из-за отвёрки бы я уже сделал, да, дрель. Но, блин. Но она сейчас будет работа. И, наверное, за пару секунд я её выполнить не успею. Всё-таки она занимает у меня времени где-то примерно час. Да. Но я всё-таки попытаюсь успеть. И надеюсь, и надеюсь, тот самый продавец всё ещё будет продавать эту отвёрку. Возможно, мы её купим. И, возможно, мы даже её улучшим. Но для этого мне надо прям очень быстро выполнить свою работу. И очень быстро потом его найти. Вы не поверите, что сейчас произошло. Сейчас ко мне ворвался офицер. И у меня так оказалось, что все мои предметы были заполнены. То есть все слоты были заполнены едой. И я просто не мог взять тот файл, который просто там валялся у меня на полу. И если бы он его заметил, он бы его у меня отобрал. И это был бы вообще очень-очень большой фейл. Так что прямо сейчас я лучше пойду, лучше свои кусачки. Это прямо займёт, ну, парочку секунд. И мы отправляемся на поиски моего продавца. Да что ж такое-то? У меня хорошая новость, продавцы ещё не поменялись. Но мне нужен мой продавец. И, по-моему, это лютый. Так что, чувак, подойди ко мне поближе. У тебя есть файл. Это тоже очень-очень хорошо. Но на самом деле, блин. Здесь металлоискатели. И как бы, ну, такое, знаете. Давайте просто подождём. Пока ещё одна отверга 75 долларов. Ну-ка покупаем, ну-ка покупаем. Но мне надо её как-то пронести через металлоискатель. И тут у нас много, как бы, офицеров. Их реально дофигища. И что, рискуем? Давайте рискуем. Так, пока что никого нету. Здесь офицер. Мы прячемся от него. Твою мать, он у меня палит. Ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху. Где туалеты, где туалеты? Ху-ху-ху-ху-ху-ху. Бежим. Ладно, избивай меня, мне всё равно. Сейчас мы берём мою отвертку. Блин, я уже хотел улучшить свою отвертку до дрели, по-моему. Но у нас тут тренировка, потом душа, потом опять обед. Так что, так что пока мне с этим придётся повременить немножко. Я уже хочу прям, я уже хочу прям прямо сейчас свалить с выженой и пойти скрафтить себе дрель. Потому что я её ни разу не крафтил, ну, по-моему, за последние полгода точно. Так что сейчас мы берём отвертку, идём ко мне в камеру, берём батарейку, если она у меня есть. Кстати, кстати, господи, почему за эскипс, почему ты любишь обламывать мои надежды? У меня здесь была батарейка, она там валялась, она никому не мешала. И, блин, меня сейчас спалит, наверное. Нет? Как-то через раз спалит, но... Ладненько, все мои надежды обрушены просто. К сожалению. Так что сейчас мы должны либо заново обыскать все камеры. Возможно, где-то всё-таки есть эта батарейка. И, возможно, я смогу скрафтить себе дрель. Очень надеюсь всё-таки. С батарейками пусто, но зато я нашёл факел, который нужен для задания. Да. Возьму, наверное, ещё один провод, потому что он может потребоваться мне потом. И последний столик. Последний столик это лютый у нас. И у него... У него есть часы, тот же самый факел и крем для бритья. С батарейками у нас всё пусто. Вот они никогда вещи не убирали у меня из камеры. У меня всегда здесь был бардак. И почему-то именно тогда, когда я нашёл, то есть купил эту самую отвертку, им надо было у меня в камере убраться. Я их просто, блин, ненавижу. Я потратил все свои деньги в надежде на то, что я всё-таки смогу скрафтить эту дрель. Но нет. The Escapist идёт против меня. И даже ещё одного файла, если сегодня я не нашёл. Меня сегодня, слава богу, не проверяет, так что я им просто показываю средний палец. Отключаю камеры. Да. Вот так вот просто. И уже иду, наверное, просто начинаю ломать мою решётку. Буду использовать кусачки. Если там ещё очень много всяких решёток, то даже, возможно, буду использовать отвертку потом. Но отвертку я в этот раз не сломаю. Ещё одна решётка. И что-то мне подсказывает то, что это не последнее. Далеко не последнее. Так что мы... Главное мне отвертку не сломать. Ой, то есть кусачки, в принципе. Но тут ещё 50%. Так что я думаю, на эту решётку будет ещё достаточно. Идём дальше. Тут у нас ничего нету. И там есть лестница вниз. И, по-моему, именно туда мне и надо. Но я могу ошибаться. Но тут ещё целых три решётки. Если бы у меня в запасе был ещё один файл, то да, без проблем. Но у меня только одни кусачки. Много скотч и ни одного файла. Делаю последний удар на этом. Мои кусачки. Слушайте, я сломал всё-таки заборчик. То есть решётки. Но кусачки я уже оставляю здесь и их использовать не буду. Насколько мне не изменяет память, этой твёрки хватит только на одну решётку. Если я буду с помощью этой твёрки ломать вторую решётку, она просто сломается. Да, твёрка равняется только одной решётке. И тут у нас, надеюсь, последняя, либо предпоследняя решётка. У меня уже 86 усталости. У меня есть еда, да, но её очень мало. Чтобы сломать с помощью одних ножей эту решётку, мне просто не хватит энергии. Так что я возвращаюсь к себе в камеру. Там, наверное, я отосплюсь немножко. Тут у нас время сейчас будет немного поджимать, потому что уже 3 часа. И, знаете, наверное, эта решётка я сегодня не смогу сломать всё-таки. Да, на эту решётку у меня уйдёт просто очень много времени. Так что, наверное, на этом мы закончим. Да, просто остановимся. Не будем рисковать. Всё-таки лучше сохраниться. День сегодня не самый плохой. Хотя, если бы мы нашли ещё парочку файлов, было бы намного круче. Да, так что рисковать я не хочу. Просто сохраняемся и увидимся уже в следующем прохождении. Удачи вам и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok